Сегодня я расскажу вам про очередную порцию паразитов, потому что болезненфорные бактерии, как вы, наверное, в прошлый раз поняли, это тоже паразиты. А сегодня у нас мы сейчас пойдем про паразитические червей, причем в основном про тех, которые паразитируют в человеке. Вообще, как зоологу, конечно, мне, может, было бы интереснее рассказать про червей, которые паразитируют в смелях или в осьминогах. Но, поскольку многих интересует человек, медицина, вы все-таки выбранный человек. Для начала давайте разберемся, кто такие черви. Понятие это очень, конечно, такое растяженное, вызывать так можно любопытно злобоночных животных с относительно длинным телом, но без длинных ножек. И такие вот фланари, наземные плоские черви, это черви. И вот такие вот образующие цепочки за счет спучкования многощединковые морские черви, это черви. И гигантские, лишенные кишечника рифти, которые живут рядом с горящими источниками этой черви. И мало кому известные калавратки, кенолинхи, гастротрихи, преопулиды, все это разные группы червей. Ну а кто такие паразиты, все, конечно, себе примерно представляют. Но, как всегда, в биологии четко определить это понятие не так-то просто. Значит, понятно, что паразиты это кто-то такой нехороший с нашей точки зрения. Тот, кто живет за счет другого организма, в отличие от симбиотов, приносит ему вред, по крайней мере, в целом, в сумме. Но так же ведут себя и хищники. Чем же хищник отличается от паразита? Ну понятно, хищник напал на жертву какую-то и съел ее. Паразит обычно так себя не ведет. Он не убивает жертву сразу. Если делает это, то постепенно. И поэтому довольно часто может длительное время жить за счет своего, как говорят, хозяина. Если паразит живет на хозяине или внутри него, как часто бывает, то понятно, что он, как правило, мельче хозяина. Часто паразит может всю свою жизнь прожить, питаясь одним хозяином. В отличие от хищника, которому, как правило, нужно много жертв на присъеде. Черви, которые в ком-нибудь паразитируют, в первую очередь, в человеке, называются гельминты. Простоличие их называют глистами. А заболевания, которые они вызывают, называются по-научному гельминтозы или глистами инвазии. Я о них буду им потом говорить. Но сначала до того, как... Да, вот кто паразитирует человека? Кто? Какие черви будут вызывать гельминтозы? В основном, это представители немногочисленных, на самом деле, групп. Это грубые черви, это плоские черви. И здесь какая-то скрепа. Но потом мы к этому еще вернемся. Кто является возбудителем гельминтозов человека. Но сначала я расскажу о том немножко для человека, о том, откуда вообще берутся паразитиру. Вообще, почти наверняка, первые животные не были паразитами, а были свободно живущими. И у всех нынешних паразитов когда-то, раньше или позже, были свободно живущие предки. Тем не менее, паразиты возникли в очень многих группах животных, в самых разных типах, вплоть до позвоночных, среди которых есть несколько паразитических рыбок. И происходило это очень разными, самыми разными путями. Вообще, быть паразитом очень нелегко. Это такая тяжелая работа. Потому что внутри нашего организма совсем не такая уж благоприятная среда обитания. Там, конечно, много питательных веществ. И добыть их проще, чем в окружающей среде. Но там тоже есть много сложностей. Высокая температура, почти 40 градусов. Далеко не все живые организмы могут такую выдержать. В желудке, через который часто приходится пройти кишечным паразитом, кислая среда, почти такая же кислая, как лимонный сок. А далеко не любой организм сможет жить в лимонном соке, даже какое-то короткое время. В кишечнике, где живут многие паразиты, полностью отсутствует кислород. Там вообще бескислородная среда. Нашему организму не очень-то нравится, когда внутри живет кто-то посторонний. И поэтому мы натравливаем на таких посторонних гостей свою иммунную систему, которая может выделять массу всяких самых разных ядов, воздействия на паразитов. Ну а кроме того, чтобы освоить эту, как говорят, экологическую нишу, нужно научиться попадать из одного хозяина в другого, каким-то способом или способами заражать новых хозяев. Вот сколько всяких проблем приходится решать паразитам. Как часто бывает, перед тем, как заняться каким-то сложным делом, хорошо бы потренироваться. Где можно найти вне тел живых организмов похожие условия? Достаточно похожие условия вне тел живых организмов создаются в почве. Особенно там, где много разлагающейся гниющей органики. Например, в навозах или в трупах животных. Там тоже, как мы это уже с вами обсуждали на прошлых лекциях, температура часто очень высокая, даже выше 40 градусов. Там тоже, из-за того, что там очень активно дышат кислородом бактерии, кислород часто практически отсутствует. Там тоже за счет из-за деятельности бактерий и грибов часто выделяются кислоты, и средства довольно кислой, хоть и не такая, как в желудке. Поэтому вот один путь перехода к паразитизму – это переход от обертания в почве, обертания в навозе или в трупах животных, а уж потом в живых организмах. Те приспособления, которые могли возникнуть до перехода к паразитизму, а потом оказались полезными для паразитов, называются преадаптации. Они возникли как бы заранее, еще в старой среде обетания. Ну и среди таких преадаптаций важную роль у круглых червей нематод играли мелкие размеры. Раньше они позволяли им протискиваться через почву между ее частицами, между частицами грунта, а после перехода к паразитизму они помогали внедриться внутрь организма животного или попасть туда незамеченных. У них выработалась там при обитании в почве или в трупах животных устойчивость покровов, очень сложно устроенные покровы, кутикула, которая не дает перечеварительным ферментам переварить этих червей. Они научились, по крайней мере, на части стадии развития обходиться длительное время без кислорода, ну и так далее. Хорошая иллюстрация возможного пути перехода это нематоды, которые научились прорезидировать у насекомых. А очень многие круглые черви, они очень мелкие, выбирают в качестве своих хозяев насекомых. Личинки развиваются внутри тела насекомого. У некоторых видов, которые сейчас существуют, после того, как насекомое проглотило личинку, она сверху сидит внутри и ждет, пока этот насекомый сдох. И уже после того, как хозяин умер, начинает поедать его труп. Такую нематоду, в общем, даже нельзя назвать настоящим паразитом. Но потом у других видов терпения настолько не хватает ждать. А что я там буду ждать? Они приобрели полезных симбионтов для себя и настоящих паразитов, биологическое оружие на насекомых. Такие нематоды, внедрившись в насекомое, заражают его особыми бактериями, которые быстро убивают насекомое, помогают его переварить, при этом еще выделяют антибиотики, которые защищают этот труп от других бактерий, превращают его в такие живые консервы. Нематоды, заразившие это насекомое, быстренько его поедают, а потом расползаются в почве и ждут, когда рядом окажутся новые насекомые. Ну, можно ли таких нематод считать паразитами? Они ведь быстро убивают хозяина, почти как птички, да, с помощью своего геологического оружия. Ну, обычно их все-таки относят к паразитам. Интересно, что вот эти вот бактерии, которые используются в качестве геологического оружия, светятся в темноте. Точно неизвестно зачем. Может быть, для того, чтобы трупы насекомых привлекали к себе других насекомых, которые часто любят лететь на свет. Иногда такие бактерии из почвы попадают в раны человека. Это может вызвать разные эффекты, разные результаты. В кое-каких случаях раны эти гноятся, а иногда, видимо, они быстрее заживают, потому что, как я уже говорил, эти бактерии выделяют антибиотики и могут убивать болезнетворных бактерий. Вот существуют данные, такие, правда, непроверенные научно, что у некоторых солдат во время гражданской войны в США раны начинали светиться в темноте, сразу же решили, что это такое ангельское свечение, и такие солдаты чаще оставались в живых, чем те, у которых раны не светились. Другой путь перехода, тоже среди круглых червей, встречающихся, это переход от жизни на уровень жизни в телах живых организмов. Интересно, что здесь, в этом пути, задействованы лисиковые, переносчики. Есть такой вариант, когда, в принципе, весь цикл развития может проходить во внешней среде, паразит не обязательно. Такие паразиты называются факультативные паразиты. Но если условия там ухудшаются, то у этого же вида формируются особые покоящиеся личинки, которые могут попадать в тела животных и там они превращаются в паразитов. А там нет ниже текста, вот на слайде он куда-то девался. Причем у более примитивных нематод сохранилась привычка внедряться, будто покровы. А более продвинутые рассчитывают, что их проглотят хозяины. А вот здесь приведен пример. Когда яйца нематод проглатывают личинки мух, потом в них развиваются нематоды, а потом при случайном проглатывании животными они заражают животных, например, лошадей. И это, может быть, показывает нам, как возникли сложные жизненные циклы, где насекомые служат переносчиками, о которых я потом расскажу. Но есть и другие пути. Например, для плоских червей, видимо, более характерен был путь перехода от комменциализма к паразитизму. Комменциалы – это те, кто живут за счет другого организма и не принося ему ни пользы, ни вреда. Ну, например, сидят где-нибудь на поверхности тела и питаются отвалившимися чешуйками кожи или волосами. А если речь идет про моллюска, то, например, слизью, которую этот моллюск постепенно выделяет на своей поверхности. Комменциал питается слизью, моллюску от этого не жарко и не холодно. Но в каких-то случаях с кожей такие паразиты могут переходить, допустим, на жабры. На жабрах покровы очень тоненькие. Рядом находятся живые клетки. Там внутри жабр протекает кровь. И, конечно, возникает в переносном смысле большой соблазн у такого паразита попробовать не только слизь, но и более питательные ткани хозяина. Тут он уже превращается в настоящего эктопаразита. Эктопаразиты – это те, кто живут на поверхности тела хозяина. Ну, а затем с жабр может перейти, например, если речь идет про рыбу куда-нибудь в гнутку, в кишечник и превратиться уже в настоящего эндопаразита. Еще один путь – это переход к паразитизму от хищничества. Ну, это, конечно, просто шуточная карикатура. Комар говорит, ну как, здесь его съедим или в лес понесем? Второй отвечает, нет, давай съедим здесь, а то в лесу большие комары могут отнять его у нас. Значит, комары никогда не были такими большими, и для человека они, конечно, сразу же стали эктопаразитами. Комары – это тоже паразиты по отношению к человеку. Это временные, наружные паразиты. А вот, например, с пиявками ситуация была совсем другая. Большинство пиявок – хищники, которые питаются сравнимой по размеру добычей. Вот здесь, например, маленькая пиявка вот такого вот размера, примерно, меньше сантиметра, ест еще более мелкую уритку, и она всю ее целиком съест, это хищник. А вот здесь вот какая-то крупная, большая, наземная пиявка вот такого вот размера съедает такого же огромного дождевого червяка. И сейчас его тоже целиком съест. Это тоже хищник. Большинство пиявок – хищники, но некоторые из них перешли от питания беспозвоночными улитками или червями к питанию позвоночными рыбами, лягушками, а потом и млекопитающими. А слизистой один раз млекопитающая, пиявке уже трудно. Вот это, например, рыбья пиявка, она паразитирует на рыбах, а вот это вот правососущие, наземные, тропические пиявки, которые во многих местах в жарком климате также надоедливы, как наши хомары или слепни. Их так же трудно избавиться. Вот еще одна интересная пиявка. Самая большая в мире. Видите? Ее описали больше ста лет назад, а потом в течение ста лет не могли снова найти. И вот этот ученый предпринял специальные поиски и в конце концов обнаружил ее. Она живет где-то там, где в рехамазонке, как говорят. Обнаружил, привез пиявку с потомством в Европу. Она вынашивает детенышей на блюде у себя. Там удалось развести этих пиявок в лаборатории и как следует хорошенечко их изучить. Но пиявка, видимо, сытая, потому что голодную пиявку не стоило бы сажать на руку, она кровососущая. Вообще большинство кровососущих паралитических пиявок, самые известные из которых медицинская пиявка, челюстные. Они прокусывают кожу челюстями. Вот от медицинской пиявки, от укуса остается вот такая треугольная ямка, потому что у нее три челюсти. И потом высасывает кровь. А вот эта вот гигантская пиявка, хоботная, она протыкает добычу хоботком. Так делают и многие хищные пиявки. Но хоботок у нее такой мощный, такой прочный, что она может придырявить этим хоботком даже кожу коровы, не то что человека. Затем этот хоботок являются глубоко в ткани, протыкает вену и пиявка высасывает из своего хозяина, которого тут трудно отличить от добычи крови, какое-нибудь более мелкое животное, чем корову или человека. Например, морскую свинку или даже капибару, гигантскую, большую морскую свинку. Такая пиявка может и убить. Пути перехода к паразитизму разные, но кое-что у всех паразитов сходно, похоже. Одно из главных их отличий от свободных живущих родственников, одна из главных особенностей паразитов, это их огромное, часто вообще гигантское, сверхъестественное, можно сказать, плодовитое. Если паразиты мелкие, как, например, один из распространенных паразитов человека, человеческая острица, то они откладывают сотни яиц в сутки. Если покрупнее, как, например, человеческая аскорида, это крупный вот такой крупный червь, то уже сотни тысяч яиц. Если еще крупнее, как некоторые плоские черви, цепнее, то миллионы яиц в сутки. Это во много раз больше, чем у свободно живущих родственных животных похожего размера. Вопрос. Почему? Да, это главное, конечно, объяснение. А еще? Да. Это потому, что чем больше рыб, тем больше, тем больше количества ростов для них попадут. Ну да, это потому, что у них очень низкая выживаемость во внешней среде. Но нужно иметь не только, так сказать, желание, но и возможность до такого темпа размножения. Тут важно то, что паразиты могут получить гораздо больше пищи, гораздо больше энергии. И эту энергию они могут потратить на производство такого гигантского количества яиц, питаясь за счет хозяина. А для чего это нужно? Вы совершенно правильно объясняете, для чего им нужна такая высокая плодовитость. Яйца попадают во внешнюю среду, а чтобы жизненный цикл продолжался, они должны попасть к новому хозяину. Вероятность этого очень низка. На какие только ухищрения ради этого паразиты не идут, мы еще об этом поговорим. И поэтому нужно такое огромное количество яиц, что хотя бы несколько из них попали в новые особи подходящего вида хозяина. Но, правда, попадание из внешней среды в виде яиц это тоже не единственный путь. Например, многие паразиты пользуются тем, что они животные едят других. И они заражают какой-нибудь вид жертв, который потом съедает хищник. И таким образом заражаются паразитами. Понятно, что хищник на своей жизни съедает многих жертв. И если хотя бы несколько из них заражены, то в хищнике паразиты будут накапливаться. И их окажется в одной особе хищника гораздо больше, чем в жертвах. И это надо учитывать нередко людям. Это важно учитывать. Ну и, наконец, есть так ведь высший класс, высший пилотаж, на которые паразиты не выходят во внешнюю среду и не используют пищевые цепочки, а, как и многие бактерии и вирусы, используют чернистоногих кровососущих насекомых в качестве своих переносчиков. Про такие случаи я вам тоже еще расскажу. нередко паразиты манипулируют своим хозяином, чтобы облегчить попадание в новую хозяину. Ну, один из самых, может быть, известных и в том же время показательных примеров это вот эта вот лоскитолитная двуустка. Это такой плоский червь, который во взрослом состоянии паразитирует коров. Коров, овцах, других травоядных, реже вредительных обитающих. И очень долго не удавалось расшифровать ее жизненный цикл. Как же она попадает в корову? Коровам там скармливали траву с яйцами, которые выходят из коров. Ничего не получается, но это неудивительно, потому что у всех двуусток должен быть обязательно промежуточный хозяин улитка. Заражали этими яйцами улиток, из улиток выделяются какие-то слизистые комочки, и там вроде бы есть личинки взрослого червя, скармливают эти комочки корове, опять ничего не получается, она не заболевает. Значит, чего-то мы в этом жизненном цикле не понимаем. Прошифровать ему удалось, когда выяснилось, что эти слизистые комочки привлекают муравьев, обычных, таких вот, как наши, рыжие лесные, и муравьи поедают комочки вместе с личинкой. А дальше личинки ведут себя удивительным образом. В муравья попадает обычная кукла-десятка, все эти личинки пробуравливают там его кишечник и остаются в полости тела. А одна личинка, иногда две, перемещается в голову муравья, заползает в его подглоточный гангли, в часть его головного мозга, и целенаправленно изменяет его поведение. Как? Она заставляет этого муравья при наступлении вечера, когда становится более влажно и холодно, забираться на самую верхушку травинки, цепляться в нее челюстями, вот тут показан такой муравей, вот это видно плоховато, и висеть на этой травинке всю ночь, вместо того, чтобы уйти спокойно в муравейник спать. Ну, понятно, что если в это время будет пастись такое-то травоядное животное, то великая вероятность, что такой муравей попадет к нему в желудок, там личинки выходят из муравья и рожают корову. Человек может случайно зародиться, если он проглотит муравей. Что бывает не так уж часто, конечно, живет вместе с травинкой. Наступает утро, и этот парализованный муравей оживает и бегает спокойно вместе с другими муравьями, занимается своим делом. На следующий вечер все повторяется. самое удивительное это то, что личинки, которые проникают в мозг муравья, жертвуют собой. Оказывается, они обречены на гибель. Из них взрослый червь не разовьется. А вот те личинки, которые сидят в животе у муравья, они дадут взрослых червей. То есть у них имеется такая взаимопомощь внутри одного выводка личинок. Но это не единственный случай, когда паразит манипулирует поведением своего хозяина. Вот на сайте гумент есть глава из книги «Паразиты», которая как раз посвящена этому. Там приведено много похожих случаев. Вообще, надо сказать, эта книга в целом неплохая. Советую. Каллан Циммерс, научный журналист. Он написал замечательную книжку про растения, в том числе хищные растения, ну и, может быть, чуть менее удачную, но все-таки очень неплохую книжку про паразит. Так что есть, чтобы читать правильно. Ну вот, а теперь мы перейдем уже к людям. Я постарался не помещать слишком много слишком страшных картинок, но совсем, конечно, без них обойтись тоже было нельзя. Значит, многие паразитические черви заражают заражают Часто это заболевание достаточно тяжелое. Они могут приводить к смерти и достаточно тяжелой инвалидности. Вот, например, при некотором варианте терроркоза часто нижняя конечность, одна раздувается вот так, плановость. Понятно, что ходить с такой ногой уже достаточно сложно. и они очень широко распространены. Обычные паразиты человека относятся к трем группам. Это нематоды, круглые черви, это трематоды или сосальщики, как их часто называют, и наконец, это цистоды или ленточные черви, классические глисты, для их проходит школь. Некоторые паразиты попадают в человека редко и случайно, но могут вызывать очень тяжелые заболевания. Помните, мы обсуждали это, когда говорили про бактерии? Если бактерии живут в животных, а попадают в человека случайно, то ему не жалко его убить. А некоторые попадают в человека случайно и на самом деле выжить в нем не могут. Но часто существуют легенды про так называемый конский волос, который убираются в кожу. Вот эти конские волосы это близкие родственники нематод, которые называются волосатики, они на самом деле паразитируют в насекомых. В насекомое попадает личинка, причем это насекомое обычно водное, которое развивается в воде. Потом зараженное насекомое вылетает из воды, погибает, его следает или в живом виде погибшим какое-нибудь наземное насекомое, часто сверчки, кузнечики или какие-то хищные насекомые. Там развивается взрослый червь, иногда очень длинный, тонкий, но длинный, вот по такому вот размеру, и в конце его развития зараженное насекомое тоже сходит с ума, идет к воде и топливе. Взрослые черви выходят в воду, там размножаются и все повторяется сначала. Значит, волосатики, паразиты насекомых совершенно безвредны для человека, в человеке они не паразитируют, но в людях их виды находят, ну, или надо уж совсем там быть невнимательным в темноте и видеть, выпить там воду из ведра и проглотить взрослого червяка, это менее вероятно, или можно съесть, допустим, сверчка или кузнечика. В большинстве стран в отличие от Европы насекомых с удовольствием едят, в большинстве стран насекомых едят, так что иногда волосатики обнаруживаются в людях, для человека они не опасны, опасности не представляют. А мы будем говорить про настоящих паразитов, которые представляют опасность. И, как видите, они также хорошо распространены, как и пультериальные инфекции. По разным оценкам от третьей до половины всего человечества заражены хотя бы одним видом паразитических червей. И рекордсмен в этом обычная человеческая аскорида. Это самый распространенный вид гельминтов до сих пор. Другие ее родственники круглые червя, чьи яйца могут передаваться через почву от нее не сильно отстают. Тротические кровяные двуустки о них я расскажу. Тоже поражают 250 миллионов человек. Сминой в быщей цепени в сумме обеспечивают 100 миллионов зараженных. кошачья, печеночная и всякие другие двуустки это еще 50 миллионов ну и так далее. И я расскажу теперь просто про некоторые примеры таких паразитов. В основном сначала про тех, которые могут встретиться у нас в стране. Но фасциолез вообще у человека встречается не очень часто. Это заболевание, которое вызывается печеночной двуусткой или ее родственниками. Потому что вообще-то это болезнь характерна для травоядных. А человек все-таки уже больше полутора миллионов лет назад превратился в хищника. И обычно его заражают паразиты в качестве хищника. Когда мы съедаем какое-нибудь травоядное животное. Здесь человек наступает случайно в роли коровы, козы или овцы. И, как и полагается, заболевание протекает у человека очень тяжело. Нередко при тяжелом заражении может оказаться смертельным. Обычно взрослый паразист живет в корове, овце или козе. в протоках печени питается укропием плетками печени. А яйца выходят с пометом и должны попасть в воду. Но в какую воду? В какую-нибудь небольшую лужу, в маленький пруд, в придорожную канаву, где живут моллюски, малые прудовики. Из яйца выходит ресничная личинка. вот ей живется очень нелегко. Она очень маленькая, запаса питательных веществ хватает всего на несколько часов. За это время она должна найти моллюска или погибнет. Причем именно малого прудовика. Если ей повезло, то она внедряется в него через кожу, проникает в печень моллюска, у него тоже есть печень, там превращается в такой бесформенный мешок спороцисту. Спороциста начинает размножаться, она образует неоплодотворенные яйца и из нее выходит следующее поколение личинок Рэдди. У них уже есть кишечник, они питаются моллюском изнутри, опять размножаются, дают третье поколение хвостатых личинок. Смотрите, если моллюска попала даже одна ресничная личинка, то за счет двукратного размножения внутри может образоваться тысяча вот таких хвостатых личинок. Гигантских плодовитостей не хватает. Приходится еще в промежуточном хозяине дополнительно размножаться, чтобы повысить шансы попадания в корову. Эти хвостатые личинки плывут в верхности водоема, к его краю, прикрепляются там к каким-нибудь растениям прибрежным и одеваются плотной оболочкой, цистой. Дальше с водой или с растительностью должна съесть корову или овца и таким образом она заражается. Как может заразиться человек, если он выпьет сырой воды из такого мелкого водоема, ну и естественно в районах, где пасется зараженный скот, домашние животные. Бывает нечасто, тем не менее пить сырую воду из мелких водоемов конечно же не стоит, в частности в этой связи. Другой пример, довольно близкий родственник печеночной двуустки, кошачья двуустка из другого рода, но из того же класса трематон. В основном она паразитирует в хищных кошках, лисах, норках, выдрах и так далее. Для и в человеке тоже. Человек уже выступает проролитичник. Так вот из кишечника этих хищных или человек лицо опять-таки должно попасть в воду, только на этот раз в речку. В речках живут моллюски бетинии. Лесничная личинка внедряется в такого моллюска, там происходит такое же циклоразвитие, выходит постатая личинка, только ведет она себя иначе. Она прорезает покровы кожу или жабры рыбы, залезает внутрь ее тела, и цисты образуются в рыбе. заражение окончательного хозяина кошки, норки человека происходит, если он съедает сырую, замороженную, недостаточно прожаренную рыбу. В основном заражены карповые рыбы и зараженность апистаркозом в некоторых областях, например, в Иркутской области у нас, вообще в Сибири, очень высокая. Но поскольку это типичный для человека паразит, заболевание проходит обычно менее тяжело. Если не слишком много в остатных причин человека попало, то последствия не такие тяжелые. Ну вот еще один паразит, в цикле которого тоже задействованы рыбы. Это широкий лентец, наверное, самый крупный из всех паразитов человека. Гигантский ленточный червь, вот на этой картинке давайте обратно перевеснем, чтобы вы поняли, как он выглядит, где он изображен был на фотографии, именно он. Гигантская такая лента, по разным данным указывают ее длину до 15-20 метров, и живет он, соответственно, до 15-20 лет. И в человеке всегда присутствует в единственном числе, потому что второй червь в кишечнике уже просто не поместился и не выжил. Это специфический паразит человека. Близкие виды паразитируют, например, в медведях. А этот вид деколоботрия в лату именно в человеке. Яйца попадают в воду, выходит личинка, покрытая ресничками, хотя совсем по-другому устроенная, ее должен проглотить чеслоногий рачок циклоп. Она такая маленькая, что даже крошечный рачок размером в миллиметр может ее проглотить. После этого личинка пробуравливает кишечник циклопа, попадая в полость его тела, а циклопа должна слить маленькая рыбка. Там личинка в следующей стадии пробуравливает кишечник рыбки, выходит в полость ее тела, а дальше маленькую рыбку должна слить большая хищная рыба. Какая? Пресноводная судак, щука, какие-то лососевые рыбы, хищная рыба, карась, не ест других. Крупная хищная рыба. Естественно, за свою жизнь она может съесть много зараженных мелких рыбок, в нее попадает много уже развившихся личинок, там они опять подбуравливают стенку кишечника и попадают в полость тела, например, туда, где расположены икра или молоки. И хотя эти личинки, которые заразны для человека довольно крупные, примерно вот такие, их сравнительно легко можно не заметить, потребляя икру или молоки рыб. Ну и действительно, люди до недавнего времени часто заражались этим паразитом. На первых парах человек вообще ничего не чувствует, но когда череп вырастает большой, это все-таки приводит негативным последствием, человек начинает это чувствовать, худеет, ему все время кажется, что он голоден, потому что череп такого размера забирает довольно много питательных веществ. Он забирает у человека слишком много витамина В12, поэтому развивается анемия, так называемая, молокровия, витамина начинает не хватать хозяину, ну и так далее. Но от такого червя, кишечного паразита можно довольно легко избавиться с помощью лекарства. Важно только поставить диагноз. Но раз уж аскоридоз, заражение аскоридами стоит на первом месте, давайте я про это тоже расскажу, хоть это и проходит в школе. Единственный хозяин человеческой аскориды это человек, другие животные не заражаются в норме. Как вы думаете, обычно аскоридоз это тяжелая болезнь или нет? Нет. Если у вас живет в кишечнике даже 5 или 10 вот такого размера червей, вы ничего не заметите. Вот если их будет 100, тогда это уже почувствуется. Зависит, конечно, это от тяжести заражения. И заразиться можно, если проглотить яйца. Но яйца эти обязательно должны полежать некоторое время в почве, во внешней среде в присутствии кислорода. У них только в таких условиях могут развиться личинки. Поэтому заразиться непосредственно от другого человека при контакте невозможно. Можно заразиться только если яйца из почвы попали куда-то в воду, в пищу, под ногти, а потом вы погрызли пальцами. Тогда заражение произойдет. И личинки аскоридоз ведут себя в совершенно поразительном образе. Когда они попадают в желудок, то они бегут оттуда в триуглах сквозь его стенку в кровеносные сосуды. Почему поразительным образом, вы скоро поймете. Дальше стоков крови они должны пройти через большой круг, через сердце, потом через малый круг и таким путем попадают в легкие. Там они покидают кровяное русло, за это время они успевают подрасти, подлиять пару раз. По воздухоносным путям поднимаются в гортани, попадают в пищевод, а дальше проходят через желудок и окончательно поселяются в кишечнике. Они уже были в желудке. Зачем огород городить? Зачем отсюда убегали? Почему они не прошли прямо в кишечник? Хозяин, кстати, наиболее так и сильно страдает как раз во время этой миграции. Вот это может вызвать довольно тяжелые нарушения в работе организма. Но подумайте дома, с чем это может быть связано. Сейчас мы это не будем обсуждать. В отличие от печеночной двуустки и от широкого лентеца, нематоды, а аскориды раздельно полые. Те представители гельментов, гермафродиты, они обоих полые. Поэтому, например, широкий лентец, что мы не так уж часто, может сам себя оплодотворять и производить яйца, хотя живет кишечники один. Но для раздражения аскорид нужно, чтобы в человеке жили и самцы более мелкие, и самки более крупные. В этом случае он выводит из организма огромное, как мы уже поняли, количество яиц и полежав в почве они могут стать источником заражения других людей. Ко всему их еще могут разносить на лапках мухи. Источник заразы, как известно. Еще одна нематода. Сейчас вспышки трихинеллеза встречаются не так уж часто. При несильном заражении человек обычно не очень сильно и страдает от этого. Но если получить хорошую дозу трихинелл, это нередко кончается смертью. А как это можно сделать? Нормальные хозяины трихинелл это всеядные дикие животные, в первую очередь свиньи медведи. Что там происходит? Взрослые черния живут в кишечнике, они довольно маленькие, меньше сантиметра. Они рождают живых личинок, личинки внедряются в кровь, попадают в мышцы и там окружаются капсулы и остаются там навсегда. В специальной тюрьме из тканей хозяина. Для того, чтобы дальше они превратились во взрослых черней, выраженное мясо должен кто-то съесть. Например, доплую крысу может спокойно съесть свинья, а какие-нибудь отходы от забитой свиньи могут спокойно съесть крысы. Так и происходило раньше на фермах, где разводили свиней. В дикой природе медведь может съесть кабана, а доклого медведя может съесть кто-угодно. Так трехиналы циркулируют. Человек поражается, если он съел свинину,